Они наступают на пятки нынешним звездам «Спартака», «Зенита» и «ЦСКА». Эти ребята, отмечают специалисты, ближайший резерв всего российского футбола. В Сочи собрались 12 сильнейших клубов, а соответственно и игроков. В свои 17 лет им пора начинать карьеру. И поэтому задача ребят сегодня – показать, насколько они состоялись как футболисты. Даже это независимо от какого места они займут. Каждый пытается показать все то, чем он научился, что он умеет. Потому что это практически выпускной год. Уже надо заявлять о себе серьезно и готовиться, внедриться в команду мастеров. Открыли турнир команды «Кубань» и «ЦСКА Москва» и «Спартак Москва» – «Мордовия». Каждого футболиста называют перспективным. Поэтому на подобных соревнованиях всегда присутствуют селекционеры. Каждый год мы кого-то отмечаем. В конце концов, некоторые попадают к нам в команду, некоторые в другие команды премьер-лиги. То есть для российского футбола – это важный процесс просмотра. В питерском «Зените» пока нет ни одного игрока с «Кубани». Но в этот раз, уверен селекционер, у этих спортсменов есть шанс переехать в северную столицу. Футболисты Краснодарского края, по мнению столичных специалистов, выходят на передовые позиции. Кубок Российского футбольного союза – достаточно статусное соревнование. В такой напряженный и волнительный момент «Спартак» решил уделить внимание психологической подготовке своих игроков. Ко всему прочему, отмечает тренер-психолог Московской академии, современный футболист сегодня в принципе испытывает большое психологическое давление как на поле, так и за его пределами. И молодой игрок должен быть готов ко всем вызовам. Ребят учат справляться с эмоциями, правильно себя вести во время матча и после него. Мы не в первую очередь на агрессии концентрируемся всегда. «Спартак» не та команда, которая только за счет агрессии должна выигрывать. У нас лозунг такой в академии – это слова Федора Федоровича Черенкова – «Живи футболом, играй и побеждай красиво, не любым способом». Вот к этому мы тоже готовим игроков – не любым способом. Большую часть матча психолог «Спартака» проводит на поле соперника. И это тоже определенная тактика клуба – изучать сильные и слабые стороны противника. Такой план пока срабатывает. И в этом матче «Спартак» победил со счетом 2-0. Кубани же не удалось обыграть конкурента. ЦСКА забили ворота желто-зеленых два мяча. Соревноваться в профессионализме клубы будут до 23 ноября.